Тансан за такое короткое время получил два новых кольца на молоте чистого неба. Его сила неимоверно выросла. Теперь ранг Тансана 94. Поглощение кольца заняло полных 4 часа. Начав процесс, Тансан сразу же почувствовал стремительный выброс злой энергии к небу. Это заставило молот чистого неба стать бледно-серым. Как ни странно, когда этот серый цвет распространился на сферу бога смерти, они столкнулись друг с другом, а потом проявились признаки смешивания. Аура сферы бога смерти также мгновенно стала сильнее. На самом деле, эта сфера уже была на пике могущества. Тансан был счастлив, когда она снова улучшилась благодаря влиянию этого четвертого кольца. Не только его духовная сила выросла. Тансан также обнаружил, что эффекты кольца темного бога тигра существенно улучшили все атрибуты. Наиболее ярко это проявилось в физической силе и ментальных способностях Тансана. Мы знаем, что этот тигр был духовным зверьем силового типа, но это увеличение ментальной силы поспособствовало еще одной эволюции его черепной кости. Она слилась со света морского бога, в результате чего и без того огромная ментальная сила Тансана увеличилась примерно на 5%. Не стоит думать, что эти 5% малый прирост. Уровень ментальной силы Тансана уже был пугающим, выше уровня мастеров 99 ранга. Дальнейшее улучшение было крайне затруднительно. Увеличив его на 5% за один раз, Тансан сможет полностью подавить ментально мастеров с силой подобной Бебедун и даже выше. Его тяжелая работа не прошла даром. Опасная битва с темным тигром стала еще одним большим шагом к силе. Эффект этого одного кольца бы сравним с эффектом двух колец возрастом 50 тысяч лет. Оно ничем не уступало красному кольцу, помимо отсутствия второго навыка. Тансан немного расстроился, что после смерти тигра не выпала духовная кость. Лишь появилась черная жемчужина, которая исчезла в темном пространстве. Как мы уже говорили, эта черная жемчужина попала в другой мир, к другому человеку. Но в будущем, в других частях она еще всплывет. Учитывая характеристику и силу тигра, Тансан был почти уверен, что он должен был произвести духовную кость. Но этого не произошло. Увидев жемчужину, Тансан понял, что это может быть кристаллизация всех способностей темного бога тигра, включая три его атрибута. Этот чрезвычайно умный духовный зверь не хотел, чтобы Тансан заполучил всю его силу, поэтому отправил жемчужину в разлом измерений. Также после смерти тигра появилась таинственная темная фигура с невероятно злобной аурой. Возможно, это был отпечаток или след еще одного бога на боевом континенте. Бога зла. Среди множества других богов он также посещал боевой континент. В тот момент он пришел в Великий Звездный лес, так как почувствовал ауру бога. На тот момент серебряный король драконов был в спячке в Звездном лесу, и он наткнулся на одного тигра. Тот тигр напал на него, а бог зла в награду за смелость наградил его кровавым кристаллом. В нем была частичка силы и наследия бога зла. Если бы тигр достиг зрелости, набрав культивации 100 тысяч лет, то он бы стал питомцем или ездовым животным бога зла. Но Тансан убил последнего такого темного тигра. А эта жемчужина как раз и была кристаллом с частичкой силы бога зла. Не менее важный момент серии – это эволюция паучьей кости Тансана. Да, событие разворачивается очень быстро. Только Тансан поглотил кольцо тигра, как ему пришлось убить императора людолесых пауков. Благодаря крови паука произошла последняя эволюция его восьми паучьих копий. Внешняя кость Тансана первой из всех его костей достигла уровня бога. В аниме изобразили ее превосходно, можно даже сказать величественно. Этот ореол сзади с золотыми острыми лезвиями очень круто смотрится. Конечно, битвы с пауком немного сократили. Точнее, ее почти не было, хотя в новелле этому уделили целую главу. Если вам интересно, как это описано в оригинале, напишите в комментариях, можно сделать видео. Зато показали четвертый навык молота «Темного тигра». В первоисточнике он не описывается, но в аниме создатели довольно интересно придумали способность Тансана. Одним ударом он победил паука возрастом 50 тысяч лет, так что навык от тигра действительно очень мощный. После этого Тансан отправился в центр Великого Звездного леса, туда, где раньше жили Дэмин с Эрмином. После случая с Тёмным тигром, Тансан стал намного осторожнее. Ментальной силой он сканировал территорию прямо возле маленького озера, в самом сердце леса. С фейерой он почувствовал трёх могущественных зверей. Тансан пробормотал про себя. «Был бы хлеб, а мыши будут». Дэмин и Эрмину шли, и похоже, их место уже захвачено. Тансан планировал пойти выразить своё почтение Дэмину и Эрмину. Хотя они умерли в другом месте, но здесь они жили тысячи лет. Сяву также неоднократно говорила, что ему нужно пойти посмотреть на чистое маленькое озеро. Обычно там не было духовных зверей, потому что им не хватит смелости прийти во владение королей леса. Когда Тансан прибыл на место, эти три зверя, так же как и Тёмный Бог и Тигр, не собирались убегать. Наоборот, они, казалось, ждали Тансана. Это были три совершенно одинаковых духовных зверя, которые просто ползали по берегу озера. Пятнадцатитонные муравьи. На самом деле, таких духовных зверей можно легко найти в любом лесу. Но эти муравьи были необычайно большого размера, около трёх метров. Их тела были покрыты золотыми панцирями с шестью прочными лапами. Также в анонсе показали продолжение битвы между Цянь Ринсюей и Бибидун. Цянь Ринсюей активировала костюм ангела, состоящий из шести духовных костей. Большое спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете о новом навыке Тансана и его крутой паучьей кости. Также огромная благодарность за поддержку предыдущих видео. Такого количества лайков и комментариев за такое короткое время никогда не было. Подписывайтесь на канал и всем пока!